Лагерь Патриот Добрый день, с прошедшими праздниками, надеюсь у всех они прошли более-менее удачно. Зовут меня Тарас, это позывной сармат, это может быть двойное имя. Значит, смотрите, я представляю учебный лагерь Патриот на базе Чабанка, я один из инструкторов. Прежде чем начать свой доклад по задачам на 2015 год, хотелось бы немножко окунуться в 2014, и может кому будет интересно, и слушатели, кто будет смотреть доклад, как вообще был создан лагерь, какие были причины, как он создавался. Если мы возьмем 2014 год, лагерь был создан где-то в конце сентября месяца, в начале августа, и основным таким аспектом, что послужило его создание, это все-таки было то, что Украина уже была в состоянии такой неоглашенной войны с Российской Федерацией. И поскольку наше руководство самообороны, это и замсотника, и сотник людей военных, и тесно соприкасаются с ЗСУ Украины, было принято решение, что в Одессе, Одесской области, на юге Украине нужен такой лагерь. Для чего он нужен, какие задачи перед нами ставились? В первую очередь, это подготовка личного состава самообороны, то есть мы были такой, как негласный батальон дыр обороны гражданский. Это подготовка личного состава, и второй момент, это подготовка гражданского населения, патриотически настроенного на приобретение каких-то основоположных армейских навыков. То есть тех, которых люди, которые, может быть, были в армии, но очень давно забыли, тех, кто не был, но хочет в случае чего защищать территориальную совместность Украины, было принято решение по созданию такого лагеря. Дальше стал вопрос по выбору места дислокации. То есть у нас было два варианта. Либо мы могли найти их где-то в черте города, это было бы намного комфортнее и для инструкторов в плане добираться на работу, и в плане тех же учащихся, недалеко от дома, там сели на маршрутку, приехали и тому подобное. Но поскольку были поставлены задачи именно подготовка в плане введения боевых действий, то есть это подразумевалось собой и стрельба, и нужные локации для отработки каких-то отдельных тактических задач. То есть было единогласно принято решение, что нам нужен полноценный полигон. Полигон, чтобы люди могли там и ползать, и залаживать какие-то макеты взрыв-пакетов, и противотанковых мин, и боевое слаживание, чтобы можно было проходить большим количеством людей. Начался поиск полигона. Нам повезло, на базе Чапанки мы нашли очень большой полигон, который, в принципе, соответствует всем задачам, которым нам было поставлено руководство. За 2014 год, что мы приобрели, что мы отсекли и тому подобное. По быту, когда мы заселились в этот лагерь, было небольшое ветхое строение, без окон, без дверей, заваленное кирпичами, каким-то строительным мусором. То есть собственными силами мы его очистили, привели в порядок, окна заколотились пленкой, и начали свои первые дни. Крыша текла, дверей не было, ничего не было. И за 2014-2015 год, до весны, своими силами обычные граждане Одессы патриотически настроенные нам помогали, чем могли. Мы там навели какой-то быт. У нас там есть уже, наконец-то, своя кухня, потому что раньше все приготовление пищи было на костре. А вот сейчас у нас есть газовый баллон уже. Вместо окон у нас металлопластику нам там один предприниматель помог поставил. Свет, вода пока отсутствует. Ну, в принципе, с этим мы так живем нормально. Теперь по учебному процессу, который был в прошлом году. На что мы в первую очередь давали упор, это у нас такой курс назывался «Для желторотика», грубо говоря, первый. Под собой он подразумевал базовые принципы индивидуальной боевой и тактической подготовки. Что это имелось в виду? То есть человек приходит, мы его учим держать оружие, правильное обращение, техника безопасности, основные какие-то азы боевого слаживания. Много дать не могли в прошлом году именно по боевому слаживанию, то, что так необходимо, да, если человек попадет именно в армию, либо еще в какие-то подразделения. Люди приезжали разношерстные, неполными группами, иногда поодиночке, и не было смысла их сбивать в какие-то команды, потому что они раздедутся по домам и толку не будет. Поэтому мы максимально пытались загнать информацию именно по индивидуальной работе. Ну и тем самым мы катывали учебный материал. Это была осень. За зиму, как бы, лагерь немножко работал только для отдельных групп, которые проходили именно работу в зимний период времени. Вот. И за это время мы накапливали учебный материал. То есть инструкторская база выросла, у нас еще пару новых инструкторов интересных появилось. Перелопатили тонны информации по подготовке и армии всего мира, и каких-то спецподразделений по выполнению отдельных задач. Периодически там то один, то второй, то третий инструктор ездили в зону АТУ, а то для приобретения именно тех злободневных вопросов, да, и решения задач, которые именно сейчас становятся перед ЗСУ. Вот. Какие-то я лично посещал, помимо поездок в АТО, учебные центры по Украине в Киеве непосредственно. То есть делились опытом и приобретали для себя нужную информацию. На данный момент, что мы хотим вводить в этом году по подготовке? Для первого курса это будет, опять же, базовый принцип индивидуальной работы. Работа личного состава группами, двойками. Базовый принцип по работе город-лесистая местность, горно-лесистая, равнинная местность. Обязательно это нужны инженерные работы, что имеется в виду? Это подготовка окоп, блиндажей и тому подобное. То есть то, что реально сейчас работает на передке от тех же градов и минометных обстрелов. Минус оперная деятельность. Вводим сейчас, как бы, больше активно именно по военную рукопашку. То есть это работа ножа, вот это работа невооруженного человека против вооруженного. Это может реально пригодиться вот на местности, вот здесь у нас, непосредственно в Одессе. Мы не всегда с собой, даже армейцы, носят оружие. То есть если ему только положено по боевому выходу. А в быту можно столкнуться с человеком, который будет вооружен даже тем же ножом и можно пострадать. А сами видите, просто 2 мая показалось, что нужно что-то уметь. Но только стрелять. И очень большой упор сейчас делаем на тактическую медицину. Так как реально в боевом расчете присутствуют люди, которые умеют стрелять, залаживать мины и тому подобное. Но оказать первую медицинскую помощь, и от этого умираются племенники просто от потери крови. Как бы это бред. На это мы тоже делаем очень большой упор. И данный план знаний является как бы фундаментальным, без которого невозможно дальнейшее обучение. Так как именно эти дисциплины дают прочную основу психическую и физическую для подготовки бойца. В процессе как бы уже на данный момент обучения будут выделяться основные какие-то направления. Я вам сейчас их зачитаю. Которые дадут уже второй этап по развитию наших учащихся. Если раньше мы затачивались просто под общий мотив обучения, то сейчас у нас будут идти отдельные курсы для отдельных каких-то групп. Если это гражданские будут, они будут заезжать и выбирать себе программу, которую хотят. Может они у нас в прошлом году уже проходили, им будет не совсем интересно повторять одно и то же несколько раз. Поэтому основные базы, которые мы будем залаживать, это боевая инженерия, блокпосты, город и работа по крышам, населенный пункт. То есть это подход к населенному пункту, зачистка населенного пункта. Степи лесосепь в зеленке, минусы перное дело, снайперское дело. Но это только АЗы мы будем давать. Это для отдельных групп с разрешения вышестоящих органов. И поведение в плену. То есть это оказалось очень актуально, особенно для волонтеров, которые каждый раз подвергаются опасности ездя в зону АТО. Да, сейчас немножко поменялась система пребывания и допуска волонтеров в зону АТО. Но тем не менее, этот вопрос остается очень актуальным. И работа на бронетехнике. Отдельно у нас будут курсы проводиться по подготовке, по поездке в зону АТО. И для волонтеров, и для сопровождения. Вот, сопровождение волонтеров и поведение непосредственно, если они попали под огневой контакт, минометный, либо огневой. Так, что бы мне вам еще такого хотелось рассказать? По специфике самого центра. Вот, за то время, которое сейчас у меня немножко было зимой-весной, покатался по Украине. Был в очень интересных центрах учебных. Последний был центр А, так называемый. Я про его существование не знал. Попал туда чисто по блату, по содействию президента Федерации Крамуга Украины, Антона Фарба. Центр, ну, хочу вам сказать, очень шикарный. Много денег вложено, шикарная учебная база. Но, скажем так, специфика этого центра учебного больше была до момента, когда активная фаза уже началась, это подготовка личной охраны каких-то мини-групп, которые будут осуществлять какую-то там огневую подготовку. Такого плана. То есть, не было в момент армейки. И в чем проблема многих существующих центров на данный момент, которые, да, наработали очень большую учебную базу, они подготавливали отдельные лица, либо группы лиц для выполнения каких-то узких задач. Это охрана вип-персон, сопровождение и тому подобное парафия. Сейчас же у нас, как бы, время диктует совершенно другие задачи перед нами. Это подготовка более-менее квалифицированного армейца для выполнения задач именно непосредственно в зоне боевых действий. Это совершенно другая специфика. И мы именно на это обращаем внимание и делаем акцент при подготовке наших учащихся. Есть пару учебных центров в Киеве, в других городах, которые тоже занимаются именно этой спецификой подготовки военных. Но материально-техническая база, больше, я бы даже сказал, учебная база, в каких-то аспектах морально устарела. Почему? Потому что обучение ведут еще военные той формации. А взрослый человек, который прошел боевые действия и у него сложился какой-то свой комплекс знаний, он очень тяжело впитывает новое новшество. Те же стандарты НАТО, той же израильской армии, на которой мы как бы даем упор. И из-за этого теряется очень большой плац знаний, который может в будущем пригодиться бойцу, который попадет, грубо говоря, на войну. Мы в это не упираемся, мы постоянно в процессе обучения. На данный момент в лагере остался один инструктор, двое сейчас у нас в зоне АТО в секторе. Должны, дай Бог, скоро вернуться. И я сейчас здесь. То есть мы постоянно обучаемся, мы советуемся. Ребята наших, которые приходят в самооборону, спередка, к нашим девочкам-волонтерам на канатах 35. Постоянно ведем диалоги, они нам что-то советуют. И мы эти советы как бы обрабатываем, налаживаем на станок обучения и даем нашим, грубо говоря, курсантам эти знания. Программа будет очень интересная. Мы запускаемся, грубо говоря, с конца мая месяца именно для гражданского населения. И сейчас мы обкатываем несколько программ на личном составе самообороны и отдельных группах. Шлифуем, так сказать. И с начала июня месяца, то есть все желающие гражданских лиц мы ждем. Будет перечень необходимых с собой иметь материалов. Или не материалов, а одежда там, все, что нужно будет для обучения. Ну и, в принципе, милости просим. Будем обучать, насколько сможем. Думаю, будет всем интересно. Вот так, в принципе. Смотрите, в прошлом году у нас оно, в принципе, было бесплатное. Мы брали только там, если люди хотели на патроны стрелять. Вот. В этом году мы сейчас немножко считаем, какие-то деньги будут браться. Почему? Потому что у нас закончилось финансирование по инструкторам. Вот. Некоторые как бы на патриотических основах готовы там проводить все свободное время. Но, вы сами понимаете, взрослые люди, всем надо что-то где-то кушать. Там, семьи, дети и тому подобное. И мы сейчас ищем где-то источники финансирования. Если не найдем, то какие-то минимальные там суммы денег, наверное, будут запрашиваться. То есть я пока не готов на это сказать. То есть это совершенно не коммерческая основа, просто мы не вытягиваем. У нас очень сейчас большие планы в обучаемом процессе. На эти планы нужны хотя бы какие-то учебные материалы. Те же дымы, пиротехника, те же какие-то моменты по формированию нормальной аптечки индивидуальной. То есть нужно показать человеку, как тампонуются раны, как накладывается тот же блондаж. А блондаж должен быть хотя бы израильский. И те же жгуты, эсмарх, они уже вообще морально устрелят. Это 70-е годы прошлого века. Вот. Нужны какие-то хотя бы турникеты. То есть это все минимальные затраты. Мы думаем, как? Если будет заезжать группа формироваться, мы им будем давать перечень, то, что им нужно. Вот. И скорее всего они просто будут сами закупать это. То есть мы не хотим брать деньги в руки, чтобы они говорили, что мы работаем на какой-то коммерческой основе. Вот. И они будут сами для себя это закупать. В прошлом году у нас это было. Нам там спонсоры помогали. И тем же там шарами для страйкбола и аккумуляторами. Сейчас, к сожалению, мы иссякли. И пока ищем, кто бы нам помог в таком плане. Слышите сколько всего сейчас групп, направлений и инструкторов в лагере? Ну, смотрите. Основных три инструктора по разным направлениям. Один занимает именно огневую подготовку. Второй – это тактика введения боя малыми группами именно в поле. Вот. Диверсионная работа. И отдельный инструктор по работе в городе. Вот. Я четвертый, но я как бы больше занимаюсь полностью всей жизнедеятельностью в лагере и первоначальной подготовке бойцов. Мне просто все остальное время не хватает. Если меня просят инструктора, я их там где-то подстраховываю. То есть у нас система обучения такая. Если один инструктор выбыл где-то на обучение, либо уехал в зону АТО, другие инструктора перенимают его дисциплины, вот, дабы не прерывался учебный процесс. Вот. В принципе, мы все взаимозаменяемые. Ну, плюс-минус четыре инструктора на данный момент. Если нужно будет больше, ну, будем искать. Пока справляемся. Куда обращаться с желающим в литебучении и какие документы нужно иметь? Значит, смотрите. Сейчас создана группа в Фейсбуке. Учебный центр «Патриот» называется. Вот. Непосредственно также меня можно найти в Фейсбуке. Два раза сармат-сармат прописать русскими буквами. И дальше мы уже пересылаем по e-mail все нужные документы. Вот. Перечень необходимых каких-то моментов, что с собой нужно взять. Вот. И желающие, те, которые хотят на попасть, но они должны быть готовы, то что, ну, если в прошлом году у нас еще база обкатывалась, то сейчас у нас далеко не зорница и даже не какой-то просто лагерь. У нас, мы выходим на уровень учебного центра, именно по подготовке военнослужащих, вот, и гражданских лиц, которые хотят в будущем, если что, принимать участие в боевых действиях. Поэтому у нас совершенно не сахарка будет. Вот. Это будет очень тяжелая физическая подготовка. Очень много материала будет учебного, и человек должен просто понимать, что насколько он сможет побороть сам себя, вот, даже за эту неделю. Вот. Переступить вот этот порог я не могу, я не хочу, я устал и тому подобное. В будущем ему будет легче. То есть, это тот барьер, который, та ступень, когда человек ее перешегнул, он стал немножко сильнее. Морально сильнее, физически сильнее и больше в себе уверенным. Вот. То есть, мы сейчас сделаем ставку еще на психическое воспитание бойца, вот. Он должен понимать, насколько он готов, вот, и насколько он может быть готовым. И мы помогаем раскрыть эти качества в себе, такие морально-волевые. Поэтому, еще раз, кому интересно, пожалуйста, либо приходите в самобороны канатная, 35, второй этаж, вот, либо ищите нас в Фейсбуке. То есть, учебный центр «Патриот» и меня в Фейсбуке. Скажите, пожалуйста, кто-то из ваших выпускников уже попадал в зону АТО, и проводите ли вы корректировку обучения в сезоне АТО? Ну, непосредственно из тех, кого я могу назвать. Это один из наших десятников, вот, он у вас восьмой бригаде был, проходил обучение, сейчас в зоне АТО. Ребята в прошлом году, которые у нас месяц проходили, отдельная группа, вот, они практически все прошли, сейчас на ротации дома отдыхают. Вот, и отдельные лица, которые, вы понимаете, в этом году, например, у нас сейчас проходит обучение некоторой части пограничников. Ну, я не буду называть какие, потому что это, как бы, чтобы ребята по шапке не получили, они, как бы, в свободное время обучаются у нас. Вот, сейчас мы ждем один из добровольческих батальонов на какое-то время к нам, они там отдельную программу подготовили для себя. То есть, они хотят эту программу пройти, мы подготавливаем под них сейчас учебную базу. Вот, они непосредственно участники АТО. И отдельные группы у нас есть, которые сопровождают волонтеров в зону АТО. Сопровождали, сейчас, как бы, там, система поменялась немножко, мы под нее будем подстраиваться. Поэтому, у нас нету такого, мы не играем в зорницу, мы подготавливаем людей непосредственно к АТО и действующих, и те, которые хотят туда попасть. Все, спасибо.